Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» в студии Полина Булава. Несмотря на вчерашнее укрепление тенге, индекс Кассе не хочет выходить из красной зоны. Сегодня индикатор фондового рынка опустился до 2182 пунктов. Компонентом, потянувшим индекс вниз, стали акции Казминералс. По итогам дня акции потеряли в стоимости почти 5%, опустившись до 2155 тенге. На площадке лондонской биржи акции Казминералс тем временем снижаются на 3,5%. Скорее всего, акции компании корректируются после значительного роста в предыдущие торговые сессии и на основании сохранения прогнозов экспертов о прогнозе сокращения мировой торговли на 0,2% в 2019 году. Лидером роста сегодня стали акции Казахтелеком. Акции выросли в цене на 1,6% до 24 480 тенге. Сегодня ставки денежного рынка продемонстрировали крайне низкую волатильность. Доходность операции Репост с государственными ценными бумагами сроком на один день практически не изменилась и осталась на отметке 8,6%. Доходность однодневных составила, как и вчера, 8% годовых. По итогам торгов официальный курс доллара США установился на уровне 385 тенге 42 тен. Валютная пара доллар США тенге не смогла закрепиться на уровнях выше 385 тенге после сильного скачка цен на нефть в понедельник. Индекс доллара остается стабильным после роста почти на полпроцента. Валютная пара доллар США российский рубль торгуется с тенденцией к повышению на уровне 64 рубля. Средневзвешенный биржевой курс по итогам торгового дня составил 385 тенге 42 тен. Объем торгов составил 89 миллионов долларов США. Тенге незначительно укрепился к рублю. Средневзвешенный курс рубля снизился на 2 тен до 6 тенге 2 тен при объеме торгов 25 миллионов рублей. Стоимость валютной пары юан тенге снизилась на 13 тен до 54 тенге 43 тен. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии.